Это раньше дорожные полицейские останавливали так с нового года полицейские жезлы под запретом. Теперь за порядком будут следить без главного рабочего инструмента, по примеру, европейских стран. Сержант Берденов говорит, что за три года работы уже привык к жезлу. Теперь придется привыкать к свистку и спецсигналу. Правда, сержант по этому поводу не сильно расстраивается. Главное, признается Берденов, чтобы порядок был на дороге. Неважно, с жезлом или без него. Раньше мы останавливали нарушителей с помощью жезла, а теперь спецсигналом или свистком. Я думаю, что такие изменения послужат тому, что работа наша будет более эффективнее, потому как многие нарушители уже ожидают нас увидеть где-нибудь на проезжей части, а здесь уже по-другому. К примеру, с утра мы уже выявили более десяти нарушений. Остановка теперь производится только с использованием специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящих устройств, установленных на патрульных автомашинах в режиме автопатрулирования, а также в исключительных случаях с жестом руки с одновременной подачей свистка. Шенкенские автовладельцы отреагировали на эту новость по-разному. В принципе, должно быть жезл. Без этого никак. Моё мнение. Моё мнение, да, хотите знать? Наверное, правильно? Зачем? Руки будут мерзнуть, вот перчатка останавливается. Я думаю, это правильно. Если сегодня установлено законодательство, что любой водитель прежде всего должен уважать честь и мундир дорожных полицейских, я думаю, это правильно. При фиксации нарушения сотрудник полиции включает на служебном автомобиле световые и звуковые сигналы. Громкоговоритель называется номер и марка автомобиля и даётся команда для остановки. После составляется административный протокол о зафиксированном нарушении правил дорожного движения. Административное правонарушение будет выявляться путём сотрудников дорожного патрульной службы, будет выявляться путем автопатрулирования с применением специальных громкоговорящих устройств и жильцами руки с одновременным использованием свистка. Все данные происходящие будут фиксироваться, правонарушения будут фиксироваться на видеожетонах, а также на видеорегистраторах, установленных на транспортных средствах спецмашин. Во время съемок нам удалось снять нарушение. Жительница Шимкента оставила свой автомобиль на парковке для инвалидов. Жестом руки можно останавливать в случае ДТП, заторовых ситуаций и ЧС, а также на стационарных постах Дорожно-патрульной полиции и в ходе оперативно-розыскных мероприятий. К слову, жезлы сотрудников уже изъяли и отправили на хранение в подразделение органов внутренних дел. Шудин Саидов, Амантай Ульбеков, Камина Сайфулина, информационная служба телекомпании «Отрар». Продолжение следует...